здравствуйте самые лучшие зрители меня зовут полина люблю людей которым нравлюсь за безупречный тонкий вкус а мы сегодня найдем применение самым маленьким кусочком плотной мебельной ткани немного закруглим их с одной стороны приготовим основу у меня нашелся большой кусок мебельной ткани используем его полностью для начала на его поверхности нарисуем окружность скруглим все четыре угла у моей основы края уже обработаны оверлоком это прекрасно вот теперь определимся с последовательностью работы можно начинать от центра идти к краям мы так уже работали делали большой коврик а сегодня попробуем новый вариант шить будем от краев к центру и первым делом нам надо закрыть углы показываю самый главный секрет если вы хотите получить ровный красивый коврик надо чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластины воспользуемся самодельным приставным столиком работу начинаем с угла закрываем его первым лоскутиком пришиваем закрепляем ткани у меня плотные мебельные они не сыпятся все кусочки будут несколько раз прошиты поэтому можно спокойно работать и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда закрыли один угол, точно так же работаем и со всеми другими. А уже после углов переходим на боковые стороны и начинаем заполнять центральную часть. Цвет кусочков никак не подбираем, главное, чтобы рядом не было двух одинаковых. Шьем и шьем такую чешую по спирали. Постепенно заполняем всю основу все больше и больше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, когда шьешь, всякие мысли в голову лезут. Вот почему летающий мужчина – это супермен, а летающая женщина – так сразу ведьма. В принципе, я догадываюсь, потому что все женщины владеют магией. Вот смотрите, была просто куча обрезков, никому не мешало. Но появилась женщина, чего-то там покрутила, руками поводила. И готов коврик. Магия. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Центр коврика закроем последним круглым элементом. Красота! Ну что, коврик получился очень даже хорошо. Чудесно расчудесно. Толстенький, плотный, очень крепкий. С изнанки видны только следы от швов. Размер его 68 на 68 сантиметров. На самом деле, вы можете сделать любой размер, смотря какой кусок ткани вы найдете. Вот такие мы, мастерицы-рукодельницы. Из пачки лаврового листа можем сделать лавровый венок. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ищите меня на Бусти. Там сейчас самые лучшие мастер-классы. В хорошем качестве и без рекламы. Присоединяйтесь к моим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Жду вас всех на платформе Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!